книга открытым окон том 12 вопрос 2663 тема старообрядцы какой совет вы можете дать православному христианину как жить по вере в современном светском апостасийном мире ответ старообрядческого митрополита андриана жить по вере значит достичь одной из величайших вершин человеческого духа это путь подвижников ходить по путям божьим при лицом его чему еще может стремиться христианин веру нам дал сам бог чтобы мы могли служить ему служение богу это главное предназначение человека в мире исполнять его всегда было непросто а по мере приближения к концу света становится все труднее и труднее что тут я могу посоветовать надо настроить на себя надо настроить себя на необходимость этой трудной работы жить постоянно соизмеряя свои поступки с требованием христианского учения с голосом церкви не обращаться с людьми избалованными развращенными помня слова псалмопевца давыда блажен муж и же не едино совет нечестивых и постараться полюбив бога полюбить и ближнего для тех кто живет в мире это особенно важная заповедь возлюби ближнего своего как самого себя это заповедь приравнена спасителям 1 возлюби господа бога твоего комментарий игнатия тихоновича лапкина ответ правильный но он так и будет лишь звуком пока человеку не дали в руки руководство к жизни слово его святое и вечная библию и не говорит об этом лишь потому что авторитет библии старообрячестве никакой не будет же каждый человек бегать к андриану и спрашивать по каждому конкретному случаю что делать как поступить отвечать псалм 118 105 стих слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей 2 2 петра 1 19 и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как к светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших псалм 1 1 3 блажен муж который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит собрание развратителей но законе господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь и будет он как дерево посаженное при потоках вод которая приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет и во всем что он не делает успеет или имея 17 8 ибо он будет как дерево посажено при водах и пускающие корни свои у потока не знает она когда приходит зной и лист его зелень и во время засухи она не боится и не перестает приносить плод на проповедь каждую ночь ухожу конечно во сне наяву проповедовал дню на море на суше объекты себе нахожу и тащит противник к расстрелу к молчанию гнет по выплакал слез не вместит и сосуд стараюсь суметь убедить бестолковых что скоро расплата вплотную приблизился суд предстать на ответ перед богом моим иеговой стучал сапогами не раз скандинавии и в африке сеял конечно же только во сне учил дикарей и чернела двуперстное знамение за целомудрия кожи чугунной краснеть теперь наши книги ушли в антарктиду в германии радость от них в аргентине уже наяву их терзают наносят обиду признали их значит по росту по чину на сайте следы как по первой пороши в ненастную зиму от птах и зверюшек голодных десант наших книг к ним в кормушку заброшен стал лоб мой читателям на зрелищем лобным сбываются сны где украсят их ночью кресты мой крест благовестия с трудом на чужих языках голоса нет с рыбаками на льди не простыл и ниже а лжи распускался торсы у них торсы у них без рубах мне рано вставать тороплюсь по снопам молотить спешу все места из писания им указать учу их иисуса всем сердцем любить уверовав страшно вернуться им будет назад моя расторопность не раз выручала когда в переплет попадала дикарям будильник звенит у постели ночного причала я в полночь спущу здесь свои коря ни разу во сне в монастырь дикарям не прорвусь в царство теней безобразно далеких от жизни стучит у ворот к ним две тысячи лет иисус но инак без слова не к богу к игумену близкий 4 апреля 2005 год игнатий лапкин